76-летняя бабушка поборола болезнь Паркинсона с помощью бокса. Четыре года Наджия из Анталии активно занимается спортом, чтобы быть здоровой. Художница и дизайнер Нэнси Вандерштейтен супругом переехала в Турцию из Бельгии 44 года назад. Женщина настолько прониклась в местную культуру, что взяла себе имя Наджия. 19 лет назад не стала супруга Наджии, у нее осталось четверо детей и восемь внуков. 9 лет назад врачи диагностировали у Наджии болезнь Паркинсона. Вандерштейтен изучала методы борьбы с этим недугом. В Европе и Америке используется необычная терапия – занятие боксом. Наджия посоветовалась с врачами и записалась в спортзал. И вот уже четыре года подряд она занимается три раза в неделю по полтора часа. До появления бокса в своей жизни женщина принимала множество препаратов, из-за чего набрала много лишних килограмм. Эффекта от таблеток не было, Наджии было сложно выполнять даже самые простые действия. Руки ее не слушались. Я не могла самостоятельно расчесать волосы, почистить зубы. Было сложно говорить. Я ходила с клюкой, скручившись. Я сказала сама себе – хватит. Я узнала, что в Америке люди с этим диагнозом занимаются боксом. И решила попробовать. Вызвала такси и сказала – едем в зал занятий боксом. Таксист всю дорогу смеялся. В спортзале тренер не высмеивал меня, а выслушал. Мы начали заниматься. Бокс стал моей страстью. Я его очень люблю и занимаюсь уже 4 года. Во время пандемии, когда спортивные залы были закрыты, Наджия занималась дома. Тренер отметила, как сильно занятия спортом повлияли на здоровье бабушки. Один из основных симптомов болезни Паркинсона – двигательные нарушения, повышенный тонус мышц. Благодаря тренировкам работают и левая, и правая части тела, укрепляются мышцы, улучшается координация. Из-за регулярных занятий боксом Наджия не только сама выполняет домашние дела, но и продолжает рисовать. Многие приходят в спортзал, чтобы посмотреть на 76-летнюю боксершу и получить свой заряд мотивации. Тренеры ставят ее в пример. А вы занимаетесь спортом?